Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами будем делать гадания на 41 камешке. Многие из вас, кто давно подписан на мой канал, уже знают, такие гадания видели. Ну а кто первый раз на моем канале или недавно, тот посмотрит и напишет в комментариях, понравилось вам это гадание или нет. Мы сейчас будем рассматривать различные сферы в жизни. У нас, давайте, мы выберем три варианта будет. Ну вот что у меня, первое на столе стоят три черепа таких у нас. Раз, два и три черепа. Загадывайте на каждый из черепов. Первый, второй, третий вариант. Итак, мы сейчас с вами будем гадать. Первый череп, да? Мы его поближе поставим, а эти два черепа немножечко отодвинем, да? Итак, гадаем на первый череп. Кто загадал, первый вариант. Думайте, у вас еще есть время выбрать черепа. Варианты. Вот так, первый вариант. Думайте, смотрите, просто молчите, смотрите, думайте. Думаю. Продолжение следует... 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 Если вы будете, вот вам подсказка, это старый друг, лучше новых двух, как говорится. Желание исполниться со старым другом, со старым партнером, не с новым, а вот всё сложится со старым. Так что вам нужно будет пересмотреть всё-таки отношения, то, что у вас из старого что-то идёт. Вот старый друг, лучше новых двух запомните, карты подсказки. Итак, мы с вами сейчас будем делать расклад для второго варианта, для второго вот такого черепа. Да, мы сейчас его выдвинем поближе. Конечно, ещё раз повторю, вы можете загадать на все три черепа, на три варианта. То есть вы будете загадывать сроки определённые на первый, второй, третий срок. Сами загадывайте, например, первая неделя, вторая, третья или как-то иначе. И будем смотреть сейчас второй расклад. Смотрите на камешки, смотрите внимательно, думайте о своей жизни. Ну, сейчас посмотрим. Смотрите на камешки, смотрите на камешки. Смотрите на камешки, смотрите на камешки. Так, давайте смотреть на второй вариант. Что у нас здесь получается? Так, здесь у вас какие-то прям наполеоновские планы. И каждое желание вытекает, знаете, одно из другого вытекает. Вы хотите очень много сразу и сразу же очень много, так тоже не получается. Вы должны поставить свои мысли в порядке очерёдности. Вам это не трудно было бы сделать, если бы вы не были таким упёртым человеком. Вот понимаете, в вашей ситуации получается, что вы хотите... Вот ваше желание, да, вот ваше, или ваше слово, да, имеет силу, имеет значение, а всё остальное нет. Вот только ваше правильное, а остальное нет. Вот так вот. Вы очень упёртый человек, это точно вам говорю. С одной стороны, конечно, даже это порой бывает и хорошо. Почему? Потому что у вас есть своё мнение, вы отстаиваете свою точку зрения, вы не поддаётесь на провокации. Это очень большие плюсы, да, в вашей ситуации. Но в то же время вы не дипломатичны, вы не можете услышать человека и подстроиться, да, под какую-то ситуацию. Вы чётко на пролом действуете, если считаете так правильно. Хотя, как правильно, это только жизнь уже тут рассудит. И, скорее всего, вы очень часто на грабли наступали несколько раз. Хотя вот были похожие идентичные ситуации, но вы всё равно шли на пролом и наступали на эти грабли дважды. И в этот раз, ещё раз, когда даже я говорю вам, но вы всё равно будете делать по-своему. Вы не поставите поочерёдно свои мысли, не приведёте мысли в порядок. Вы будете действовать на пролом. Сейчас послушаете и всё равно будете делать так, как вы считаете нужно. Что касается дел сердечных, тяжесть какая-то у вас на сердце. Или давно не было каких-то новых отношений, или старые отношения. Знаете, вот рядом с вами сейчас человек, если он есть, да, что он есть, что его нет. Или вот он как мебель, да, для вас. Потому что его как такового, вот я даже не вижу, да, живого человека. Либо вы живёте по привычке уже 150 лет, да, и вот не обновляете свои чувства. Нет такого всплеска чувством вашим. Либо вот это вот какое-то одиночество долго идёт, вот как будто будет что-то затянувшееся, какая-то пауза, да. Вы ищите, даже я бы так сказала, знаете, не то чтобы ищите, а хотите нового партнёра в свою жизнь. Или какие-то новые впечатления о своей жизни. Вы знаете, такое впечатление, что вот мимо вас что-то проходит. И есть в вашей жизни, есть кто-то, намечается и будет рядом в вашей жизни. Но впечатление складывается вот по камешкам, что вы не воспользуетесь этим случаем. Не ухватите счастье, свою судьбу, или может быть, да, вот рыбку золотую, за хвост её. Не схватите. Или потому что вы боитесь потерять старые какие-то отношения, или уже вы привыкли к холостяцкой жизни, и не хотите в свою жизнь никого нового впускать. Вот что-то здесь вот такая информация идёт. Что касаемо финансов. Вот вы знаете, финансы у вас пойдут. Я не вижу, чтобы развитие было в любовной сфере. Вот как-то заморожено всё стоит, или вы уже не верите, или не хотите заниматься своей жизнью. А вот финансы прям попрут, вот прям попрут и свалятся вам с неба просто, на голову, как манна небесная. Куча денег, куча, прям много-много денег, не знаю, что это. Это может быть даже покупка машины, или может быть приобретение жилья, или это ремонт в квартире. Но что-то крупные какие-то деньги, вложения во что-то прям хорошее, да. И тут ещё какие-то поездки. Вот если в прошлом вы куда-то ездили, сейчас собираетесь поехать, вот если вот прям сию секунду вы встанетесь с кровати, да, с дивана, и пойдёте, поедете, это будет удачное время. Завтра уже неудачное. Завтра будут какие-то препятствия. Если вы собираетесь на завтра, там, на послезавтра, на какой-то там, на какие-то сроки, то может не получиться. Просто неожиданность какая-то. Даже если вы сейчас скажете, да, в принципе, всё вроде бы ничего не предвещает, никаких неприятностей. Поверьте, вы потом вспомните меня, что потом как перекроется что-то, ну, не сможете вы. Ну, например, вот деньги на вас, на вашу голову свалятся вот просто неожиданно, просто каким-то вот образом, да, свалились на вас деньги. Или вам нужно их получать, нужно их сидеть и успевать считать, допустим, да, вот, аминь, 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 да, пусть будет так. И вы не смогли поехать в эту поездку. Вот что-то такое случится, что перекроется у вас. А вот если сейчас, незамедлительно, вы сейчас захотите, вот встали и поехали куда-то, да, вот, то есть на сегодняшний день конкретно, когда вы смотрите это видео, прям прекрасно куда-то поехать. Но завтрашний день это неблагоприятный день. И давайте посмотрим еще с вами, карты возьмем, исполнится ваше желание на загаданный период, который вы загадали. Давайте посмотрим. Ух ты ж, карта солнца, ну это просто чудесная карта, это естественно ответ да, да и только да, исполнится, принесет вам кучу счастья, радости. Это будет такое что-то фееричное, праздничное, торжественное. Вам настолько будет приятно и хорошо, и вам, ну просто комфорт, счастье, смотрите. Однозначно желание ваше на этот период исполнится. А теперь мы с вами собираем камешки и делаем расклад для третьего черепа. Третий вариант, все, кто загадал на третий, или может быть это третий период, как я вам и сказала, можете загадывать на каждый период. На какой сами загадывайте, или по недельной, или по три дня, сами решайте. Так, давайте вот так вот мы с вами камешки переберем, таким образом. Вот так вот мы с вами камешки переберем. Вот так вот мы с вами камешки переберем. Так, давайте смотреть. Третий вариант у нас с вами. Смотрите, что здесь. Ну вот такую же упертость вижу. Вот на этот период тоже вот вижу то же самое, как и в прошлом раскладе. У нас было такая вот упорное нежелание услышать других людей, или другое мнение чужое. Вот я сказала или сказал, да, и так будет. Но с одной стороны, еще раз я повторю, что в принципе это неплохо. Это неплохое качество, действительно, когда вы четко знаете, что вы делаете, и вас тяжело спонталыку сбить. Вот просто, да, вы делаете так, как вы считаете нужным. Но иногда это приводит, в общем-то, к не очень хорошим последствиям, когда очевидно, что вы делаете что-то не то, да. И вам говорят, что нужно пойти по другому пути, но вы не хотите слушать, идете вот по намеченному, да, по своему. То же самое повторю, что в предыдущем раскладе грабли. Вот грабли, одни и те же грабли. Вы наступаете, и это вас ничему не учит. Много желаний, много. Вы много хотите, и много, и сразу. Так не бывает. Нужно идти поэтапно. И сделал одно дело, ступенечку прошел, потом подготовился под следующий этап, прошел на вторую ступеньку. И так далее. Вот это вот прекрасно, да. Когда мы поэтапно выполняем что-то и идем к своей цели. А вот когда сумбур в голове, то хочу, и это хочу, и это хочу, хватить, и это сделать, и это надо успеть, и вот это надо успеть. Тогда, как правило, бывает, что и не получается. Поэтому подумайте над этим, это как вам просто для размышления. Что касается дел сердечных, вы знаете, да у вас и пара в этот период есть, и вокруг вас поклонники или поклонницы вполне реально, что вы будете выбирать в этот период, вас выбирают, вы знаете, очень много людей, может, это сайт знакомства, сидите на сайте, может быть, вы в какое-то общество, праздник будет, пойдете, потому что много людей будет там, где вы будете видеться и встречаться. Что касаемо доходов, финансов, финансы будут у вас постоянные какие-то выплаты, небольшие, большого такого я не вижу в этот загаданный период, да, выплат каких-то. Но тяжесть на сердце, вы знаете, у вас вроде бы много поклонников, много партнеров, а вот такая груз какой-то, или сердце больное, вот показывают больное сердце, или болит у вас сердце, из-за чего-то вы переживаете, может быть, вас друзья подставили, может быть, любимый или любимая, или никому вы не верите. Вот в душе вы одинокий человек, как волк-одиночка, хотя вот много людей вокруг вас, вы знаете, типа вот как сайты знакомств, когда много-много людей, много-много лиц, и вы смотрите, выбираете, вас выбирают, но вы одиноки вместе с тем. Много энергии у вас забирают вот эти вот люди, которые вокруг вас высасывают время, вы бестолку тратите. Поэтому финансово вы не можете развиваться, нет здесь таких больших поступлений финансовых. Растрачивайте себя, знаете, вот растрачивайте, выберите одного партнера, вот мой вам совет, выберите одного партнера и оставайтесь с ним, потому что вот этот вот разброс, когда вы общаетесь бесполезно с тем, с тем, с тем, с тем, это все бестолку, это пусто, это просто пустота, дыра, финансовая прореха, а вы знаете, что деньги это самый сильный эгрегор. Поэтому подумайте над моими словами. Или у вас вот очень много каких-то половых беспорядочных связей, что ли, вот я не пойму, что там много партнеров. Это высасывает, понимаете, энергетически от вас отток уходит. И вы не можете сконцентрироваться на каком-то конкретном деле, чтобы сделать свое что-то. Но вот эта вот упертость, которую я сказала об вас, да, вы можете послушать, но все равно сейчас делать по-своему. Что касаемо поезда, командировок и путешествий, загаданный период не самый подходящий. В общем-то, вы сейчас об этом и не думаете. У вас совершенно почему-то другие планы какие-то нет. Или препятствия, преграды какие-то. Может, вы куда-то собираетесь, но как через тернии к звездам, знаете, вот ищите деньги на путевку. Пытаетесь там еще что-то, но это шкурки и выделки не стоит. Это поездка, путевка, она не оправдается. Поэтому, услышите меня, это не самый лучший, не подходящий сейчас, в общем-то, период для того, чтобы куда-то отправиться. У вас, а еще раз повторю, большой отток энергии на какие-то переговоры, разговоры, много вокруг вас, ненужных людей. Кстати, вот для вас конкретно я бы посоветовала у меня на канале, посмотрите. Плейлист называется «Советы от света», там вы найдете видео, как распознать вампира. Вот как бы распознать вампиров, посмотрите обязательно. Я надеюсь, это будет информация вам полезная, потому что очень много людей окружает нас, которые вытягивают с нас энергию. От таких людей нужно просто избавляться. Вот такой вот расклад был на сегодня. Да, кстати, еще не вытащила я фарту, обязательно сейчас вытащу. Исполнится ли ваше желание в третьем варианте на третье череп, да? Да, или нет. Думайте сейчас о своем желании, думайте. Сейчас посмотрим. Ух ты ж, надо же, и вот такой же точно карты. Вот видите, колода, какая большая колода. И одна и та же карта на первый, на третий вариант вышла. Шестерка кубков – это партнеры из прошлого. Это старый друг, как я и говорила, старый друг лучше новых двух. Вот если вы встречаетесь сейчас с кем-то, да, или есть у вас кто-то, человек на примете, будьте с ним, да, не нужно искать себе на попу приключений и какие-то другие. Знакомства, встречи, разговоры – это просто вас убивает, это жизнь вы просто прожигаете. Будьте любезны, будьте снисходительны к своему партнеру, старому партнеру. Обратите в свой взор на прошлые отношения. И тогда желание ваше обязательно исполнится. Карта хорошая. Я надеюсь, вам понравились эти расклады, дорогие мои друзья. Я надеюсь, они были полезны вам. И надеюсь, подсказки пригодятся вам в дальнейшей жизни. Ну и, конечно же, кто хочет записаться ко мне на прием, вы можете в описании к этому видео найти, во-первых, мой веб-сайт вышел, очень интересный. Там я рассказываю про все услуги, которые я делаю, там все абсолютно вы найдете. И также вайбер, ватсап, телеграм в описании к этому видео вы найдете. Вы можете всегда ко мне записаться на прием. Звонить не нужно. Пишите смс. Я очень быстро отвечаю. Я вас всех очень люблю. И желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви. И всего самого наилучшего в мире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok